МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! По-моему, произведением такого жанра мы еще с нашей программы не начинали. Но ничего плохого в этом нет. В том, что мы начали эту программу с такой песни в стиле фольк-кантри, и блу-грасс такая синтетика, а пела автор и исполнительница этой песни, аккомпанируя себе на гитаре, Бонни Райт. Это одна из самых популярных исполнительниц в стиле кантри. Это такая смесь кантри-рока, джаза, блу-грасс, фолк. Все, что хотите. Песни у нее, в общем, не очень так музыкально, скажем, сложные, но тем не менее они милые, они человечные, с неплохими текстами. И теперь, почему мы начали с нее? Потому что она вошла в пятерку будущих лауреатов премии Кеннеди-центра. Мы знаем, что в декабре месяце, в начале декабря Кеннеди-центр устраивает специальный такой обед и церемонию награждения пяти деятелей культуры, в основном в сфере исполнительских искусств, потому что Кеннеди-центр – это центр именно исполнительских искусств, то есть музыканты, актеры, танцовщики, кинодеятели – люди, которые получают премии Кеннеди-центра. Причем эти премии присуждаются не молодым людям, а людям, которые уже перешагнули 50-летие, больше им 50 лет, мне, по-моему, даже больше 55, и за заслуги всей творческой жизни. Получить эту премию очень почетно, потому что ты оказываешься в совершенно потрясающей компании Де Ниро, Аль Пачино, Мэрил Стрим, Михаила Барышникова, Мстислава Ростроповича и так далее. Но с годами, или это может быть нам так кажется, лауреаты становятся менее значительными фигурами. Опять же, это может быть очень субъективное мнение. Итак, кто же в этом году получил и почему их имена объявили уже сейчас? Начну с ответа на второй вопрос. Объявили имена, так всегда делают, за полгода до самого, самой церемонии и большого концерта в Кеннеди-центре, потому что надо этот концерт подготовить. А для того, чтобы подготовить, надо знать, кого поздравляют, потому что каждому лауреату устраивают такое специальное чествование, его друзья, его коллеги, надо сделать специальный фильм, о нём показывают, надо показать какие-то его музыкальные произведения или фрагменты из фильма с его участием, или из спектаклей, которые он поставил и так далее. Это серьёзная продюсерская работа, требующая плана и репетиций. Поэтому имена мы узнаём летом, а сама церемония зимой. И в этом году, 23 декабря, по каналам телевидения CBS, по традиции, в 47-й раз пройдёт этот очень всегда интересный концерт. В этом году он будет интересен по нескольким причинам. Ну, любители, поклонники Бонни Райт и вообще кантри и блограсс-мюзик с удовольствием посмотрят коллег Бонни Райт, как они будут её поздравлять и что они будут о ней рассказывать. И, кстати, у каждого из лауреатов очень интересная большая творческая судьба. О ней всегда тоже очень интересно послушать. Ещё один лауреат – очень знаменитый кинорежиссёр, который в этом году отметил 85-летие Фрэнсис Форд Коппола. Режиссёр, создатель «Апокалипсиса Нау», «Крёстного отца». Даже этих двух номинований достаточно, чтобы войти в историю. У него пять Оскаров, у него премии Каннского фестиваля, две золотые ветви Каннского кинофестиваля и множество других почётных наград. Только что, как я вам уже рассказывала, он показал на Каннском фестивале свой новый фильм «Мегаполис», в который он вложил свои собственные деньги, потому что он хотел его делать так, как он хотел. Как бы то ни было, Фрэнсису Форду Копполе, конечно, будет отдан большой сегмент, и я его жду с большим интересом. Ещё одна очень интересная, один лауреат интересный – это театр «Аполло» в Гарлине. По-моему, это первый раз, когда театр становится обладателем премии Кеннеди-центра. Но это очень важный театр. Этот театр в этом году ему 90 лет исполнилось, и он был центром культурной жизни Гарлема и вообще негритянского населения Нью-Йорка на протяжении очень многих лет. Какое-то время он находился в разрухе, но его уже лет 25 или 30 тому назад восстановили, отремонтировали, там идут снова концерты и спектакли. В своё время он прославился своими любительскими вечерами, когда каждый мог выйти к микрофону и что-то спеть, или станцевать, или сыграть. И благодаря этому много выдающихся чернокожих музыкантов появилось на широкой эстраде и стало известно публике. Я говорю в первую очередь о Белле Фитт-Жеральд, которая таким образом выявила свой талант, иначе о ней, может быть, мы долго не могли бы узнать. А как бы то ни было, как будет участвовать в театре, это тоже очень интересно. И ещё одно номинование. Grateful Dead. Люди более молодого поколения знают, что это знаменитая, ну, скажем так, контркультурная группа, которая вообще никогда не была мейнстрим. И которая Grateful Dead, они были такие альтернативные музыканты, что трудно себе даже представить, что они будут лауреатами премии Кеннеди-центра. Но вот они получат эту премию. Правда, осталось только четыре из шести первоначальных участников. И поэтому те, кто остался, были абсолютно шокированы, потрясены тем, что их как бы официально признали. Это знак официального признания премии Кеннеди-центра. И, наконец, ещё один музыкант, но о нём мы поговорим в самом конце нашей программы. Итак, включайте ваши телевизоры 23 декабря, чтобы посмотреть всю эту, по-моему, очень интересную церемонию. А мы поедем в Европу. Я вам рассказывала уже о том, что Доминик Майер, который долго и очень успешно возглавлял Венскую оперу, пять лет назад был приглашён возглавить Ласкало. Генеральный менеджер Ласкало. Замечательная работа. Он много хорошего там успел сделать. Но когда пришло к власти новое правительство в Италии, то они быстренько приняли закон о том, что люди иностранного происхождения, то есть граждане не Италии, даже если это Европейский союз, а, например, Франция или Германия или Австрия и так далее, не могут возглавлять итальянские институты, если они старше 70 лет. Доминику Майеру скоро исполняется 70, сейчас ему 69. Его контракт истекает в феврале 25-го года. И вот тогда ему придётся уйти. Поначалу он немножко пытался как бы сопротивляться, но против закона не пойдёшь. И он решил как бы сдаться. Но тут же получил приглашение на новую работу. Правда, конечно, по сравнению с Ласкало, это очень тихая заводь. Это Швейцария, это Лозанна, это камерный оркестр Лозанны. Это прекрасный оркестр. В главе его стоит замечательный скрипач Рене Капюшон. Мы сейчас послушаем, как они вместе, как он дирижирует и играет концерт скрипичный Моцарта. Но, конечно, по сравнению с Веной или с Ласкало, где он был генеральным менеджером, это очень тихо. Но, может быть, это как раз то, что и нужно 70-летнему человеку. Давайте послушаем и посмотрим это видео. КОНЕЦ 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 Совершенно замечательно играют и Рене Капюшон, и прекрасный руководитель камерного оркестра, и прекрасный солист. И вот теперь они будут играть, работать вместе с Домиником Майером в спокойном, милом швейцарском городе Лозанна. Интересно, что Доминик Майер только что подписал петицию, обращенную к итальянскому правительству. И вот на какую тему. Если вы прилетаете в Милан, то вы знаете, что главный аэропорт Милана называется Мальпенза. Теперь он будет носить имя Берлускони, бывшего премьер-министра Италии, человека весьма сомнительных моральных качеств, коррумпированного, но скончавшегося некоторое время тому назад, и вот решили, вроде там, есть же в Париже аэропорт имени Деголя, пусть в Милане будет аэропорт Берлускони. Так вот, деятели культуры, и не только культуры, жутко возмутились, потому что Милан вообще город довольно независимый, весьма культурный, и поэтому он не хочет, чтобы его аэропорт носил имя вот такого сомнительного премьер-министра. Поэтому предложение такое. Давайте лучше назовем наш аэропорт главным именем великой итальянской балерины Карлы Фраччи. Вот это было бы хорошо. Ну, посмотрим, как у них получится или нет. В прошлый раз, друзья, я вам рассказывала о том, что Адриан Фадеев стал главой балета Мариинского театра. Он прекрасный танцовщик. Я приготовила два видео. Успеть показала только одно. Хочу, чтобы мы с вами посмотрели второе, потому что это баланчин. Это великолепная интерпретация солистами Мариинского театра. Адриан танцует вместе с Ириной Голубь. И, что особенно хорошо, да, именно Адриан Фадеев, они фрагмент из «Рубинов». Нашли или его нет? Есть. Поехали. Давайте посмотрим и насладимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Абсолютный шедевр и Стравинского, и баланчина «Рубины» – вторая часть из «Драгоценностей». И очень хорошо исполняется. Вот это просто без всяких сомнений. Говоря о балете Мариинского театра, мы с вами знаем, что сейчас, поскольку никаких гастролей, интересных по миру, ни у Мариинского, ни у Большого нет и не предвидится, то с назначением Валерия Гергиева на должность руководителя обоих театров теперь, они постоянно ездят друг к другу в гости. Обмен этот, ну, в общем, наверное, зрителям интересен пока что, потому что есть много наименований, которые есть в одном театре, но их нету в другом. И в данном случае вот только что в связи с днём рождения Пушкина решили показать несколько пушкинских спектаклей, обменяться, так сказать, пушкинскими спектаклями. Большой театр повёз в Мариинку, в Петербург, новую постановку балета Юрия Посохова «Пиковая дама». Это новый спектакль. А вот Мариинский в Большой театр привёз спектакль, которому, даже трудно поверить, 90 лет. Балет был поставлен и вообще создан в 1934 году. Это «Бахчисарайский фонтан». А музыку написал Борис Асафьев, причём довольно много плагиата, что он и любил делать в своих балетах. Он хватал какие-то темы и потом их немножечко развивал. Получалась как бы музыка Асафьева. Неважно. Балет был очень популярен по Пушкину. Ну, конечно, сюжет пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан». И постановку для того, чтобы создать этот балет, либретто написал очень известный драматург Николай Волков. Постановку как режиссёр осуществлял Сергей Радлов, тоже в то время очень знаменитое имя, в Мариинском театре, вообще в Петербурге и вообще в Советском Союзе 30-х годов. И, наконец, самое главное хореографом был Ростислав Захаров, тогда ещё молодой хореограф, который был очень, был полуисканий, надежд, много очень интересного придумал, настоял на введении польских танцев, очень интересную татарскую пляску, потому что свита Гирея танцует. В общем, добавили, поставили, феноменальный успех. Мы с вами помним какие-то фрагменты, в которых танцевали Уланова и Плесецкая. Через пару лет этот балет, это был образчик драм-балета, который стал вообще самым главным жанром в советском балете на многие-многие годы, когда обязательно должна быть история, должен быть сюжет. И этот сюжет рассказывали в основном пантомимой и какими-то танцами. Так вот, Бахчисарайский фонтан народу полюбился, через два года его перенесли на сцену Большого театра, потом сам Ростислав Сахаров пришел в Большой театр, его туда переманили, так же, как и Уланову, например, и других ведущих танцовщиков Большого Мариинского театра. И в Большом театре Бахчисарайский фонтан пошел, но не очень долго. А вот в Мариинском все эти годы он сохранялся как историческое реликвие. И вот эту историческую реликвию привезли в Москву. На Ютубе есть запись довольно больших кусков этого спектакля. Или даже весь целиком есть. Не тот именно, который танцевали сейчас в Москве, но практически он не поменялся. Хотя, судя по критике, он очень так выглядит нафталинно. Но, тем не менее, это кусок истории. Давайте посмотрим фрагментик из этого балета. Это соло Марии в гареме, который мы все помним по исполнению Уланова. Но здесь другая танцовщица. КОНЕЦ Видите, как много пантомимы. Трам-балет. Ничего не сделаешь. КОНЕЦ КОНЕЦ Мазурка. Вы помните, что Мария полька. И выкрали ее из польского замка. КОНЕЦ КОНЕЦ ГОНЕЦ Говоря о балете, я не могу не сказать о том, что на Opera Vision, хотя называется Opera Vision, но там тоже можно посмотреть балет. И я вам сильно рекомендую посмотреть балет Вайнберга, Моисея Вайнберга, Пиноккио. По знаменитой сказке, которую мы с вами знаем как приключение Буратино. Но это, в общем, одна и та же история. Деревянный мальчишка с длинным носом, склонный к проказам, азарству, обманам и всевозможные его приключения. В Варшаве поставили совершенно замечательный спектакль. Посмотрите его, интересно смотреть и взрослым, и детям. А Вайнберг, как известно, писал очень много музыки для цирка, для мультипликационных фильмов. То есть у него яркая музыка, танцевальная, доступная, легкая, и постановка замечательная. Покажите нам трейлер этого спектакля, который можно посмотреть на Opera Vision. Танцов, здорово! Там, кстати, есть несколько украинских танцовщиков. Анна Хофф была хореографом этого спектакля. Посмотрите его обязательно с детьми или сами получите огромное наслаждение. Ну, и как я обещала, мы заканчиваем представлением еще одного лауреата премии Кеннеди Центра. Его зовут Артур Сандавау. И он трубач, певец, руководитель банда или группы, или джазового оркестра, как хотите. Он очень талантливый музыкант, который родился недалеко от Габаны, в Кубе, на Кубе, который оказался под очень влиянием Дизи Гелеспи, который считает, что он всем обязан этому выдающемуся джазовому музыканту. И написал даже книгу о Дизи Гелеспи. И выпустил альбом, который так и называется «Нет дня, когда я о тебе не думаю, Дизи». Давайте послушаем, как он играет. Его будут тоже отмечать во время церемонии в честь лауреатов Кеннеди Центра 2024 года. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!